Вот реально, понимаете, рвет в лоскуты, когда читаешь такие сообщения. Подросток повесился из-за гнобления математички. Чаще всего почему-то обращение к математичкам идет. Почему-то? Почему все математички такие сервы, курвы, их всех убивать надо туда-сюда? Поймите, математика – это точная наука, одна из самых сложных предметов. Понимаете, в этот раз ко мне подруга прислала задание для шестиклассника, для своего сына. Там нужно создать бизнес-план по созданию муравьиной фермы. Вот они что, блин, муравьи? Молоко дают, там, я не знаю, производство какое-то у них, там, поголовье скота. Нет, я понимаю, что муравьиная ферма, кто-то их разводит, но это не такой великий спрос шестилетнему, блин, ребенку. Это что, математичка, что ли, придумала? И да, чаще всего это четкая конкретная наука, которая не терпит приблизительности. И характер под предмет у человека, у преподавателя по математике определенно и подбирается. То есть вот я, к примеру, больше бы, если бы хотела быть преподавателем, то по обществу, знанию, по литературе, ведению, по художественной культуре. Или еще что-то таком. Потому что математика прям не моя, у меня характер не такой жесткий. Характер выбирает свою профессию. Если человек идет туда по призванию, то автоматически нужно понимать, что человек, программист, математик, геометрия, черчения, это люди с четким твердым характером. И в конце концов, если вас не устраивает, как вы выражаетесь, как гнобят ваших детей, учителя так не учителя, эти задания придумывают, вы понимаете? Я сейчас читаю современные учебники, это же вообще, это же мозга, за мозгу схватится. Это же все в министерстве выдумывают и одабривают. А учителям приходится как преподавать. И понимаете, вот мальчик повесился. Дело в том, что неут у него был ни по одному предмету. Неут у него был в течение всего года. Он прекрасно знал, на что он идет. И тут его по математике не допустили к ЕГЭ, из-за этого он повесился. То есть он целый год на что рассчитывал? Он же ведь знал, что это будет. Его же предупреждали, то есть если тебе говорят, тебя не допустят на ЕГЭ, тебя не допустят на ЕГЭ, это что называется гнобление? Это предупреждение о том, что потом ко мне вопросов нет. Тем более преподаватель и другие преподаватели говорят, ему не раз предлагали оставаться и заниматься за свой счет вечером после уроков. То есть человеку это было не нужно, он на что-то надеялся, на русский авось. Хотя по идее в 11 классе 17-18 лет, вот согласитесь, я тоже не понимаю. Люди совершают взрослые поступки, насилуют других детей, убивают других людей, там калечат животных. Что-то такое совершают, за что взрослых сажают, но при этом у него детский возраст. То есть для поступков он взрослый, а как садится, только он ребенок. Отвечать за эти поступки. 16-17-18 лет это уже взрослый человек, который должен, тем более мужчина. Мужчина это ответственность. Все, тебя природа определила сильнее. Сильнее духом, сильнее силой, сильнее сознанием, сильнее силой воли. Ты должен понимать, что, блин, ну, вечно проблемы за тебя мама решать не будет. Что даже если мама до 40 лет будет решать твои проблемы, то после 40 ты останешься один на один со своими проблемами. Это вообще, это очень безответственно. Ну и в конце концов маме надо было тоже объяснить. Ну, блин, 9 классов-то у тебя есть, но не допустили, не допустили. Но мама там тоже какая-то колхозница, ей вот она реально вот, она занята тем, чтобы просто тупо добыть деньги. Папы, видать, там либо нету, потому что папа вообще никак в этом ролике не фигурировал. Папе вообще похер, это отсутствующий папа. Чаще всего это происходит, где мама пашет, ей нет до ребенка. Ой, отойди, а, ой, я устала, а. Вот сама сижу на работе, время 9 час. У меня дома детеныш сидит. Сейчас будем занятия по выравниванию котенки делать. Так что, ну, объясняйте своим детям, что на этом мир клином не сошелся. Мы сейчас живем не в Советском Союзе, где ты должен закончить обязательно 11 класс для того, чтобы поступить на высшее образование. Сейчас люди с 7-классовым образованием миллионерами могут стать. А люди с высшим образованием сидеть в министерстве за 17 тысяч рублей. Это раньше в Советском Союзе ты обязан, должен был, чтобы стать действительно каким-то значимым человеком, обязательно отучиться в университете. И поэтому профилем минимум 5 лет отработать. Сейчас это вовсе не обязательно. Сейчас вероятности детям зарабатывать из воздуха вот сколько. Радуйтесь. Ищите во всем позитив. И родителям очень надо сильно совершенствоваться, чтобы своих детей не потерять. Потому что в первую очередь ребенка в таком случае теряют, даже будучи, казалось бы, уже взрослым человеком, 16-17-18 лет, от невнимания к нему, от того, что не смогли объяснить, что на этом жизнь не заканчивается. Что соседний Петя на рыбалке зарабатывает больше, чем люди в институте, будучи ректорами и преподавателями.